Вот две информации нам дали. Варвары вывозят оборудование с Харцизинского завода, обретая вату на безработицу. И вторая информация такая веселая. В Омске кандидат к депутату Яг Шунов Владимир Витальевич после поражения на выборах разобрал площадку детскую, которую потарил перед. Вообще такая хорошая идея проводить выборы не одновременно везде, а по очереди. То есть как гуся с очями, помнишь, там Екатерине, раз привезли, все сделали, ну как венки так возили недавно на 9 мая где-то в каком-то муниципалитете, то есть от памятника к памятнику один и тот же венок. Так и здесь привезли, площадку собрали, дорогу раскатали такую, потом раз все проголосовали, все собирать, поехать в другое место, выборы проводить. А в заводском районе было весело, у нас Михаил Исаев тогда активно строил площадки, вот, ну его избрали, все, он там потом в Совет Федерации и на следующие выборы табличку, что площадка построена при помощи Михаила Исаева заменили на площадку, установленную благодаря Козину из Ломновой. Здорово. Будет ли после революции улица 2017 года? Надеюсь, конечно. Ну а как же? Так вот, на Потапенко что-то наезжают, говорят, что он путинским оказался, а почему решили, что он оказался путинским? А какой-то экономический форум, где присутствовали царев, стрелков, Потапенко. И что? Да. То есть, и это первый момент, а второй, что, ну, правое дело, это полностью. Ну, правое дело, да, полностью контролируемая Кремлем структура, ну, что ж, человек выбрал такой путь, мы не можем. Продолжение следует...